привет друзья рад приветствовать вас на канале капитан герман и сегодня у нас опять технический выпуск но он уже не совсем связан с тем что мы будем что-либо чинить руками мы с вами будем сегодня сдавать паруса в ремонт у нас есть три паруса которым нужно сделать ревизию первое это большой который у нас был порван еще вы помните переход наш через атлантику в общем уже где-то он полгода лежит и до сих пор у меня руки не пришли его починить то есть но на самом деле такие большие паруса мы просто отвозим в ремонт и я вам покажу как там все происходит это просто ее нужно вытащить из локера и снести в тузик но то что я хотел вам показать это то как снимается грот там больше всего мороки и больше всего действий поэтому я все время оттягивал этот момент но оттягивать его больше некуда поэтому давайте снимать грот и вести его в ремонт очень важное замечание реально очень важно что когда вы работаете и делаете что-либо на деке нужно все делать обязательно в обуви потому что количество травм которые люди получают на лодке именно что-то делая огромное но ладно это все лирика ну сломал ногу и сломал ногу заживет наверное когда-то так для того чтобы снять парус нам нужно сначала снять лэйзи бэк так это отстегнули а далее все очень просто но только нужно для начала определить с какой стороны мы снимаем то есть либо стой либо стой так снимаем лэйзи джеки вот эту вот штуку мы ее привяжем вот сюда потому что если она улетит наверх потом за ней лазить будет очень неприятно так далее отключаем серебры надо идти за плоскогубцами откручиваем еще вот этот шагер я обычно предпочитаю всегда оставлять вот всякие шаги ли в тех местах где они должны быть так этот риф у нас два рифа один мануальный но он не подключен потому что его вот руками подключаются а второй на этой стороне вот он желтый все его найду где-то он тут вот так же его снимаем а теперь берем парус просто скидываем его на эту сторону так передняя часть скинута снимаем с него фал пока она лежит на лэйзи джеках пока так и остается чтобы он тут не разлетался и теперь делаем тоже только задней стороной это я решил руками откручивать чтобы плоскогубцы не погнуть плоскогубцы просто жалко все открыто теперь откручиваем аутхолл вот у нас парус валяется как вы видите проверяем что здесь отключено что подключено так здесь снизу полностью все отключено так тут все тут все в конце там будет такой луп превентерный вот он но для этого нужно будет все оттуда по снимать так вот эту штуку надо будет сейчас отсюда снять здесь еще есть творческий момент с рифами то есть ну их можно на самом деле оставить но если все делать по красоте то их придется тоже снять ну это не страшно то есть главное навязать правильно узелков на конце ну что теперь берем мешок и снимаем его с этой стороны это все нужно для того чтобы я его смог вообще полностью снять и убрать внутрь лодки и эту вяжем сюда чтобы все снять по красоте я их отвязываю все с краешки вот отсюда вот это очень важно не пролюбить потому что если вот это потерять то это будет очень нехорошо надо его вот так вот аккуратно вот одну снял сразу привязал неважно куда главное чтобы она не улетела и так делаем с каждой те веревки сюда привязал а теперь мы берем вот эту вот часть отвязываем натягиваем ее как обычные джеки сильно-сильно и вяжем на утку все все джеки сняты теперь осталось отпустить рифы для того чтобы я их смог забрать полностью в гиг в конец самый и просто снять парус с торца ну еще нужно снять для этого топинант топин лифт топинант у нас находится там где мэйн сэйл хальярт ну естественно умеешь ведь правильно молотки все подписаны но я-то знаю так ну естественно открываем все рифы риф 1 риф 2 и риф 3 ну собственно все а теперь собираем все в кучу вот эту штуку я снял топинант уже снят то что осталось вот рифы их просто нужно будет туда пособирать вы развязать вот вот эту вот фиговину задача просто взять рифы и их по вынимать для того чтобы их натянуть по гигу вот так вот так все три вуаля а теперь просто нужно взять и выбрать все рифы полностью чтобы они нигде не валялись вот где то так теперь парус тузик и поехали ну что ж большая стирка это у нас и накер а тут кодзиро а вот мэйн сэйл тяжело одному конечно грот снимать но получилось конечно уродливо так бы его сложил красиво но когда один не до красоты чистая брутальная функциональность ну что вот она можно ехать а а а а а Ракета! Так, друзья, мы сейчас находимся с вами в парусной мастерской, тут делают, собственно, все ремонты, вот уже наш парус разложен вот там вот дальше, Gato del Marinero, он вообще не реагирует, видимо привычный. Короче, вот тут вот шьются паруса, а управляет этим всем девушка по имени Bronwen. Здесь очень большие возможности, то есть они делают с парусами все, и всякие вставки в паруса, и вот эти баттонс, и все-все-все, и каретки, у них есть целая большая мастерская, которая это делает так же. И прямо выход в ресторан, что, между прочим, крайне немаловажно. В работе важно, красивый вид, красивый вид из окна. Ну, а мы сейчас начинаем заниматься уже непосредственно моими парусами, которые вот разложены, вот они такие не очень красивые. Ну, сейчас разберемся, что с ними. Короче, вот это вот наш парус многострадальный Code Zero, вот его здесь разложили, и проблемы, вот видите, вот такие вот парусы некоторые есть, и мы их будем сейчас исправлять. Ага. А этот парус, наш большой генакер, все цены я вам потом напишу, сколько получается, estimation, но нельзя сказать, что дешево, но и недорого, поэтому будем чинить тут. Вот этот черный хатуля, это девочка, хатуля. Да. 4.50, 5.10. И, конечно, нет, на них нет, но они будут в Гренаде. И, конечно, нет, в Гренаде, они будут в Гренаде. Ага. Что за Гренаде в Гренаде? Катуля. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Я удивляюсь, что она... Ну вот, друзья, мне отдали уже вставки в паруса, баттонсы не называются по-английски. Короче, собственно, все. Паруса проверены, паруса разложены, отданы в ремонт, продефектованы, ну и все. А дальше уже просто заберу готовые и, ну и, собственно, вот и все. Подписываемся на канал, ставим лайки и до встречи уже в следующем выпуске. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова